Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Дочка 16 лет, пошла гулять с подружками, я переживаю, понимаю, что большая уже, сердце переживает. Сын старше, 21 год, как-то меня выдрессировал, переживаю, за него уже меньше, но это моя младшенькая, гулять всё редко, вот сейчас каникулы, а так, кружки и школа только. Дочка сама говорили на себя по улице, чувствовала себя странным, а пора входить в социум с гордо поднятой головой, я всегда привозила мама была и с первым фильмом на тяжелой роде дочери и страх за неё всегда со мной. Ну что же, аноним, здесь, пожалуй, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что вы не задаёте свой вопрос. Вы чего хотите от психологов-то, вот, чтобы мы вам помогли с чем? Перестать переживать за своего ребёнка, вот, решить проблему, ну, там, я не знаю, собственной тревожности, может быть, вот. Чего вы хотите, там, вопрос у вас в чём, вот, это первое. Второе, значит, тема делегатная, конечно. И я предполагаю, что вполне возможно, вы не согласитесь с тем, что я сейчас скажу, вот, но. Во-первых, вы говорите здесь о механизме слияния. То есть, вы говорите о слиянии с своей дочерью, вот. Ну, с дочерью, вот, с детьми, вероятно, потому что, ну, понятно, что речь идёт не только о вашей дочери, да, вот, речь идёт и о вашем сыне тоже, который, да, вроде как вас выдрассировал, но, опять же, это дресс-рок, вот. То есть, речь идёт о слиянии, механизме слияния, вот здесь, вот здесь у нас нет места быть, когда между людьми, да, между людьми нет личных границ, вот. Когда оба человека, как бы, сливаются, сливаются в одно целое, вот, и, как бы, в таком вот состоянии прибывал, вот, ну, то, что это не очень хорошо, я думаю, вы, в принципе, сами, в той или иной степени, понимаете, я не думаю, что об этом можно и нужно говорить, вот, но, в чём, именно, вот, сложно, да, в чём сложность, а, тема. Сложность темы в том, что тот факт, что вы боитесь твою дочь, да, вот, вы боитесь, что с ней что-то случится и так далее, вот, эти мысли о том, что с ней, ну, что с ней может что-то случиться, вот, эти мысли возникают у вас, то есть у вас возникает мысль о том, что с тобой может что-то случиться, и поскольку эти мысли возникают у вас, что с ней может что-то случиться, то неприятный момент заключается в том, что речь идёт о неком негативном чувстве, направленном на вашего ребёнка из состояния вот этой самой, из состояния вот этого самого слияния. Когда человек находится с другим человеком в слиянии, то у него, ну, как вот, как правило, возникает на этого человека злость, вот, что мне представляется абсолютно нормальным, потому что тяжёлые роды, да, значит, ну, неразрывно связаны с какой-то болью, вот, тяжёлые роды, неразрывно связаны с переживанием физических страданий, как бы вы сильно, ну, вот, своего ребёнка, да, не любили, вот, всё равно элемент злости на него просто в силу того, что, просто в силу того, что и она причинила вам определённые страдания, вот, есть, но вы себе это вытесняете, вы себе это как бы вытесняете, запрещая себе злиться, запрещая себе злиться на неё, вот, тут-то как раз, тут, и возникает вот этот самый страх, как раз тут и возникает вот этот самый страх за ребёнка, что с ней может что-то случиться, то есть иными словами страх за кого-то, это инверсированная злость, вот, это такая вот инверсированная злость, которая является следствием вытеснения, ну, запретных мыслей, вот. именно запретных мыслей каких-то, значит, запретных переживаний, вот, и так далее. И вам нужно, чтобы страх прошёл, вам нужно, крайне желательно, по крайней мере, вытащить его оттуда. То есть сделать так, чтобы эта злость перестала быть в вашем, ну, подсознании, а стала в вашем сознании, и чтобы вы могли адекватно её выражать. Когда ваша злость, которая, ну, которая вполне естественна, да, как я уже сказал, вот, это вполне естественно. Когда вы будете её выражать, когда она будет выражаться, естественным образом вы будете от своего ребёнка становиться немножко дальше. То есть злость помогает отстранению, вот. И это, в свою очередь, способствует больше свободе, вот. Больше свободе именно, вот, в поведении, больше свободе именно в ощущениях, больше свободе, именно в, ну, вот, в собственных проявлениях, там, и так далее. Вот. Сейчас, сейчас этого пока ничего нет. Вот. Сейчас, пока что никаких, ну, никаких таких проявлений, да, у вас нет. Вот. Вот. И это оказывает на вас, к сожалению, максимально разрушающее воздействие. Вот. Ну, тут нужно понимать, да, что по-другому как бы и, в принципе, и быть не может по-другому. По-другому не может быть, потому что вы оказались вот в таком положении, вы оказались вот в таком состоянии, да, и отсюда вот такие у вас, значит, тенденции, такие у вас вот переживания возникают, скажем так. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, да, конечно, 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 это всё довольно неприятно, то, о чём я говорю. Вне всякого сомнения, да, это неприятно. Вот. Неприятно, может быть, да, может быть даже вы с этим не согласитесь. Вот. Право, право, право тут, право тут ваше. Вот. В ни в коем случае я на истину как-то вот, значит, ну, претендовать не буду. Вот. 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 Но. Но. Работает это именно так. И ваша задача именно это всё поисследовать. Вот. Понимаете, да? Когда все эти процессы будут реализованы, вот, тогда, я думаю, у вас появится шанс тревожиться завтра очень меньше. Совсем вы за него тревожиться не будете. То есть, совсем не пристанете тревожиться в него. Потому что это ваш ребёнок. Вот. И естественно, что вы за него будете переживать. Вопрос именно в степени. Понимаете, да? Вопрос именно в степени. Именно в степени. И это то, на мой взгляд, что и нужно как раз вам вам прорабатывать. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, да. И сложность, основная сложность, на мой взгляд, опять же, заключается в том, примите вы это или нет. Вот. В чем заключается основная сложность. Потому что, вне всякого сомнения, это противоречит определенным вашим взгляд, да. Вот. На мир, на вещи, на свое родительство и так далее. Что еще хочется сказать? Ну, еще, пожалуй, хочется сказать то, что, что такая вот тенденция восприятия, да, себя, восприятия, вот, ну, других, в частности, вот, своих, своих, ну, детей, вот, связано с тем, как, ну, как, как правило, связано с тем, что человек не живет, для себя, для себя, живет человек, для других, вот, когда человек живет для других, то есть ставит других выше себя, он, естественно, зависит от этих людей. Так же, как, в принципе, вы, зависит от своего ребенка, да, ваше настроение, ваше самоочувствие, вот, зависит от, значит, от того, где ваша дочь. А, значит, повышение интереса к собственной жизни с одной стороны, что является, на мой взгляд, очень важным моментом, повышение интереса к собственной жизни с одной стороны. И, одновременно, значит, поиск, ну, таких путей для выражения, для сублимации этой самой травы, с другой стороны, является, как раз таки, тем направлением психотерапии, который может в этом случае вам помочь, ну, в этом смысле, в этом случае, вот. Но, опять же, я думаю, что обязательно нужно сказать, что это может противоречить некоторым вашим привычным взглядам на вещи. То есть, то есть вы можете здесь, как бы, вот, вступать в противоречие, получается, с самой собой, да, вот. И, таким образом, таким образом, будет включаться, естественно, ну, естественно, будут включаться механизмы защиты. Будут включаться механизмы защиты, это, естественно, вот, это логично, вот, это абсолютно, на мой взгляд, нормально. А вот, как-то так, я думаю, в первую очередь, можно вам ответить, да, на вопрос, который будет, ну, гипотетический вопрос, который вы можете задавать. Так же, постарайтесь подумать о том, что вы будете чувствовать, если, если, ну, вот, действительно, вашим ребенком, да, правда, что это случилось. То есть, что это будет? Что это будет? Это будет вина, ну, там, допустим, да. Это будет... Что-то ещё, ну какие-то ещё чувства это будут, да, вот. То есть постарайтесь на это обратить своё внимание тоже. Потому что чувства, чувства, это ваше чувство, понимаете? То есть это ваши чувства, это не те ситуации, которые, грубо говоря, берутся из ниоткуда. Вы к ним изначально готовы. И вот то, что вы изначально к этим ситуациям готовы говорить о том, например, что вы склонны, может быть, чувствовать вину. Ну, может быть, склон, склон, чувствовать вину. Вот. Может быть, что-то ещё. Тут нужно, конечно, смотреть. Вот. Вот. Примерно. Так. Я думаю, можно вам здесь ответить. Ну, с точки зрения психологии, с точки зрения моего опыта, с точки зрения психотерапии. Вот. Вот. Вот как-то, как-то, как-то так. Я думаю. На этом всё. Пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать нацаплую работу. Позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. То есть, в каком направлении вы хотели бы двигаться, например. Ну, например, вы больше, там, хотели бы, допустим, смотреть в сторону, например, повышения, там, интереса к своей жизни, допустим, вот, нежели чем в сторону, там, выражения какой-то, там, допустим, злости, например. Да, на своего ребёнка, если вы считаете, что это не так и так далее. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на ещё один важный момент. Вы говорите о том, что вас выдрассировал фин. Вот. А как он это сделал? То есть, что буквально сделал ваш сын, чтобы вас выдрассировал? То есть, он, ваш сын, очевидно, столкнул вас с чем-то. Вот. Столкнул вас с каким-то опытом и столкнул вас с невозможностью на ситуацию обратить, с невозможностью обратить ситуацию. Вот. Он вас столкнул, после чего вы просто вынуждены были переключиться на что-то другое. И когда вы на это что-то другое переключились, вот, вы стали меньше, условно говоря, своего переживания. Да, тут есть, конечно, рационализация в виде того, что сын, значит, ну, не такой уже маленький, да, то есть, ему 21 год. Вот. И так надо, но тем не менее. Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, как вы относитесь к тому, что ваши дочери без вас как-то непривычно. То есть, ну, вот, как бы относится к тому, что она не чувствует, не чувствует, получается, себя, да, как бы, ну, не знаю, самостоятельно, да, не чувствует себя, не чувствует в себе опоры достаточно, чтобы, вот, ну, грубо говоря, не ощущать, да, вот, тех моментов, которые она ощущает, идя, допустим, по улице без вала. Вот. Вот. А вот на эти все вещи я бы и хотел обратить ваше внимание, потому что это все довольно-таки важный момент, вот, и если вы хотите ситуацию изменить, вот, то необходимо как мне думается во всех этих направлениях работать, но по итогу, по итогу решаете, конечно, вы, потому что никто вас заставить не может, да и не нужно это. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Удачи! Удачи! Удачи!